И всем привет, с вами Артур, мы продолжаем проходить Ведьмака. И сейчас осталась у нас одна хижинка. Только я её что-то пропускаю, похоже. Нет, это уже которые дома нам не нужны. Вот этот, наверное, дом нужен. Или нет? Нет, я точно уверен, что один дом нам оставалось проверить. А, Селина. А, Селина в таверне, получается, раз её нету дома. Понятно, хорошо. Ты странный. Ага, значит, похоже, придётся до таверны добежать ещё раз. Кстати. Кого этот сказал, мне ещё там надо шлёпнуть? Шлёпнуть. Люди рассказывают, что у озера появилась тварь, голова и при... Рыба с ногами, окей. Возможно, это и есть зефир. Зефира я всё ещё хочу достать. Зефир, он как мифическое существо для меня уже. Нет, это непростительно. Да, верно, идём. Чё там осталось? Рухнувший мост и развалины. А вот Селина, кстати. Моя сестра выходит замуж за человека, которая ей даже не нравится. Мне нечего надеть на свадьбу, потому что наш отец потратил все свои сбережения на приданное для любимой доченьки. Более того, стоит жуткая жара, которая всех раздражает. А в остальном всё хорошо. Не так уж хорошо. Можно мне задать вопрос? Да. Твоя сестра рада, что выходит замуж? Ну, конечно, она рада. Ей немного надо. И уж точно ей наплевать на младшую сестру. Думаешь, я завидую? А я только правду говорю. Алина счастья не заслуживает. Ненавижу эту нимфетку. Она же у нас зеница Ока Папочки. Ей всё можно. А теперь она закадрила Юлиана. Богатого купца сама шляется везде и задирает нос. Не беспокойся. Ты себе найдёшь хорошего мужа. Лучшего, чем Юлиан? Не этого. О, как я страдаю за народ Адама. Издеваешься? Или, может, ты имеешь в виду отшельника из полей? Такие вот варианты. Ты видел, какое обручальное кольцо Юлиан подарил Алине? С бриллиантом, с голубиное яйцо. Не нужно злиться. Почему ты тоже на её стороне? Признайся, она тебя тоже околдовала? Нет, вы уже успели на сеновале покувыркаться. Я её знаю. Как же я её презираю. Но нет, сестрёнка, такой лапы тебе не будет. Тебя она не получит. Ты будешь моим. Я тебе отдамся прямо сейчас. На ближайшем камне. Только ты должен подарить мне кольцо покрасивее, чем то, что Юлиан подарил Алине в честь помолвки. Хо-хо-хо-хо. До свидания. Кольцо. Сколько можно? Я бы хотел с тобой поговорить. Я не в настроении для болтовни. Калини к Юлиану, Калини к Юлиану, Калини к Юлиану, Да вы меня уже бесите. Куёво. Альвина. О чем-то таком Трис меня просила. Ой, вбивала мне в голову это целый час. А-а-а. Она дала мне для него двемеритовый амулет. Лютик, ты хоть что-нибудь способен сделать как следует. Нельзя тебе дать простейшее задание. А знаешь, Геральт? У меня для тебя посылка. Какая посылка? Не знаю, это для меня слишком сложное задание. Прекращай, Лютик, что там у тебя? Ну ладно. Письмо от твоей возлюбленной. Трис? Давай его сюда. Геральт избежал как раз вовремя. Пока что тебе не стоит возвращаться в город. Надеюсь, мы расстались ненадолго. Однако, это не самая большая наша проблема. Альвин сбежал, воспользовавшись магией. Но я выяснила, куда он перенесся и отправила тебя в то же место. Пожалуйста, позаботься о нем. Уверена, уговаривать тебя не придется. Ведь ты полюбил его не меньше, чем я. Мальчик многое пережил. И его дикий магический дар проснулся. Пока он был здесь, у него не хватало терпения учиться. Хотя бы основам магии. Так. Он заявил, что предпочитает искать магические артефакты где-нибудь в древних руинах. Прикладываю к этому письму двумеритовый амулет, который заблокирует магию. Надеюсь, этот раздолбай-лютик его не потерял. Убеди Альвина, носить его не снимая. Заботься о нем и думай обо мне. Надеюсь, у нас все будет хорошо. С нашими отношениями ведь справиться не сложнее, чем с твоей главной миссией. Правда, береги себя, буду ждать твоя Трис. Угу. Угу. Да. Ого, погоди, погоди. Чем сладенького, сладенького. Спрашивай, что ты ему? Чем расскажешь, если благодарю. Чем? Так, официантка, официантка. Чем я... Ой, да ладно вам, а? Ты ничего не продаешь? Чем? Прощай. Ну это классика жанра, когда что-то надо, хрен найдешь. Где Юлиан-то? Будешь драться и не смотри. Геральт? Геральт? Трис. Геральт? Продолжение следует... Продолжение следует... Ему нужен опекун, сведущий в магии. Ни я, ни моя будущая супруга не подходим на эту роль. Ясно. Ты мог бы сделать из него ведьмака? Ты сам не понимаешь, что ты только что сказал. Но какое-то время я за ним присмотрю. Геральт? До свидания. Геральт? Геральт? Мне нужно ответить на письмо. У меня при себе есть пергамент и перо. Можешь пока придумать начало. Хорошо. Дорогая Трис. Ваш роман процветает. Рад за тебя, Геральт. Не начинай. Что дальше? Что-нибудь насчёт Альвина? Наверняка она о нём волнуется. Может, стоит описать, что творится здесь, в темноводье? Возможно, это её заинтересует. Садись и пиши. А рыбак доставит письмо в Изи. Я слишком много работаю. Ладно, короче. Наверняка очень интересно. Но у меня есть дела. Надо колечком воспользоваться. Чё ещё надо? В шаль отдать старухе. Вот на какую-нибудь полезную книжку 600 аренов мне жалко. Вот. Кольца. Шали за 200 покупать. Не, не жалко. Погоди, Селина. Не к добрует, бродячие мамуны. Опять спугнули мою кошку. Ладно. Да. У меня есть для тебя кольцо. Покажи. Оно красивее, чем Алинина? Чувствую, сейчас окажется, что нет. Где ты нашёл эту ерунду? Купил у старого нищего? Или на ярмарке в День Святого Григория? Ладно уж. Я этой Алини покажу, что я могу заполучить любого мужчину. Но... Заткнись и поцелуй меня. Ладно. Кольцо ты всё-таки забрала, да? Заткнись и поцелуй меня. Да, конечно. Может, поговорить можно? Сколь ложное утверждение о том, что месть лучше подавать холодной. Люблю свадьбы. Блин, где бабка? Это не та бабка. Бродячие мамуны опять спугнули мою кошку. Вот она. Когда же эти эльфы... Хорошо, что ты появился. Лютик просил рассказать тебе про местные травы. Сказал, что они тебе могут пригодиться для магических эликсиров. С каких это пор, Лютик, интересуется право? Он хотел вызнать у меня секрет приворотного зелья. Кажется, он на одну местную девушку запал. Травы ему, наверное, напомнили о тебе. Поскольку ты разобрался с нашими чудовищами, я тебе с радостью помогу. Какое бескорыстие со стороны Лютика. Я с радостью послушаю про травы. Прекрасно. Только не подумай, что я ведьма. Я знаю то, что любая мудрая женщина знает. Не волнуйся, я слушаю. Геноция или лунная роза похожа на шиповник. Ты ее легко узнаешь. Говорят, что растет она там, где упали падающие звезды. Травники ценят ее лепестки. Ну и, конечно, берберковое дерево. Ты его, наверное, знаешь. Оно приносит темные плоды, из которых готовят настои. Хоть и редко, но можно найти в полях душистую жимолость. Ее листья похожи на листья плюща. Рассмотри эти листья и думай, ты найдешь им применение. Спасибо. Не за что. Ну, мне пора за работу. Ведьмак? Что за занятие? Это работа не для честного человека. Почти что бродяжничество. Ну, где бабка, черт возьми? Хочу кусочек. Есть, конечно, предположение, что она может быть в каком-то из домиков, но... Люблю свадьбы. Ну ладно, проверим. Раз. Бабуля. Нет, бабуля. Бабуля. Нет, бабуля. Она вот тут была, где старый кемет. Может, в домике? И тут нет. У меня спина ноет, но ни тучки, ни обувь. Что-то нет у меня больше сил. Как она может так ко мне относиться? Одни старые кеметы. Ну ладно, хрен с ним. Не буду слишком на этом зацикливаться. Пойдем к Адаму. Поспим до ночи. Убьем водяных. Ну и посмотрим, что там за места. О, у меня же еще и левел. Угу. Качать мне крепость или не качать? Ну пускай, ладно. Качать. Качать мне крепость. Качать могутambre муки. Качать. Хрен с ним. Ух, ну пошли повоюем немножко, а то зачахли уже тут. Сохранимся, конечно же. По идее, мы сюда, да? Угу. Пойду по бережку. У меня ж был какой-то кан... Блин, там много як. Отлично достал. Мог просто член из штанов вывалить, сказать, ну дерись. Ну давай уже, пора бы тебе сдохнуть. Шелковый платок. Но это все же не тот зверь, который мне нужен. Второй. Пойду пройдусь еще дальше по воде, мало ли. Хотя тут, по-моему, уже конец. Да. Можно, конечно, попробовать с ягами подраться, но чувствую, они меня убьют. Лучше пойду к мосту. О, это что такое? Блин, долго с ним так драться-то? Ох... Вдох. Nations. Появляется, исчезает, появляется, исчезает. Пошли з tickets to Annika. Бил третьей! Вдох! Вдох! Бил третьей! Эй! Вдох! Не доствую зерCalじ. Тихо знаешь, да там... а что мне нужно от них так контракт на хитиновые панцире да именно они мне и нужны да я его только здесь могу носить вот это говно вот это говно оброшу саламандрами нахер о еще дымовые маленькая часовня какого-то божества кто тут молится ну и куда мне этот символ удачи нести удивительно просто я думал домовые плохие они тут так с ягами что сейчас посмотрим контракт на яг да яга зубов яги 10 попробуем нападем на толпу погодите давайте толпой а эй-эй-эй жирная сюда в кучечку в кучечку поехали и и Играет музыка. Играет музыка. Тут их дверь лежит. Ну вот, отлично. Но к рухнувшему мосту мы так и не дошли. Сейчас дойдем. Посмотрим. И чего тут ничего нет? Какой смысл? О, отлично. Попробуем встать в кружок. Не, не стоит вставать в кружок. Черт, 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 говно. Сейчас зарубим. Сейчас зарубим. Еще один панцирь и еще один панцирь и остается один. И как раз у нас тут есть еще одна такая тварь. Ну вот, отлично. Ну вот, и отлично. Еще один контракт выполнили. Только здоровья маловато осталось. Ладно, пойдем посмотрим на развалины. Альвин, что ж ты делаешь? Мне тебе еще эту говняшку надо отдать. Сам Герн, ты зритель. А ты стал знаменитостью в мире писок. Альвин, отойди. Альвин, отойди. Вызов духов может быть опасным. Я просто хотел владеть силой, как трис. Вообще-то я существо добродушное. Просто в последнее время мне очень одиноко. Я хотел бы оставить Альвина у себя. Будем играть с ним в гости. Он умный мальчик. Оставь его в покое. Да, ком. У тебя нет никаких шансов. У меня... Сейчас, ладно, договорит пусть. У меня просто осталось 5 минут, и ком пойдет на перезагрузку. Из-за обновления. И его никак не остановить. Поэтому давайте сыграем. Если нет, то закончим на этом эту часть. Продолжим уже в следующей. Петух, двоечку мне скинул ты. Наивный. Ооо, пошла жара. Будем надеяться, что четверки выпадут. Ну, конечно, нет. Он начал меня добить. Еще одну пятюньку кинуть. Окей, окей. Ооо, я затащил. Геральт. Ты спас меня. Я ужасно испугался. Уже все в порядке. Ты в безопасности. Я знаю. Что тебя привело в эти развалины? Отшельник сказал, что они волшебные. Трис говорила, что я когда-нибудь сам научусь колдовать. Мне нравится магия. Счастье никогда не бывает вечным. Я не имел права подвергать опасности Альвина. Саламандры не знают пощады. Они ни перед чем не остановятся. Я не создан для роли отца. Я ведьмак. Хотя временами я жалею. И тоскую. У меня есть для тебя подарок. Нравится этот двемеритовый амулет? Ожерелье для девчонок. Этот амулет магический. Он прекратит твои ночные кошмары. Я тоже ношу такой амулет. Амулет как у тебя. Здорово. Ты хочешь жить с Алиной и Юлианом? Мне снится Алина. В моем сне очень жарко и тихо. Я вижу, как она танцует под лучами солнца. Идет по полю, ищет что-то. Она просит меня. Это просто сны, Альвин. Не обращай на них внимания. Ведьмак, а ты не хотел бы жить с обычными людьми? Ведьмаков создали для того, чтобы защищать таких людей. Простых, беззащитных, обычных. Альвин, надень ожерелье. Тхуэнэ. Посмотри мне в глаза и узри свою смерть. Я не обязан с тобой разговаривать. Я не обязан тебя слушать. Ты же даже не человек. Альвин. Теперь ты понимаешь? Ты видишь необходимость действия любой ценой? Геральт, открой глаза, пойми. Мальчик, сейчас игра зависит. Отлично на описание квеста на английском. Так, все. Давайте, увидимся в следующей части. Продолжим. Все, всем пока. Просто извиняюсь, короткая часть. Но чтобы ничего не сломалось, будем делать так. Все, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok